В Москве завершена экспертиза уникальной находки калининградских поисковиков. В прошлом году в одном из бункеров времен Великой Отечественной обнаружили остатки немецкой диверсионной школы. На территории бывшей Восточной Пруссии таких было несколько. Там немцы готовили шпионов для внедрения в советский тыл. Какими документами снабжал Абвер своих агентов, данные экспертов в репортаже Михаила Скойбеда. Эта история могла бы лечь в основу шпионского романа. Все признаки классического лизературного сюжета налицо. Честная служба на благо Родине, плен, перевербовка, полвека на чужбине и, наконец, возвращение домой. Произойди все это с человеком, и свет бы увидела еще одна книга. Но иногда свидетелями истории становятся вещи. Объединенная редакция МВД России передает вам по просьбе командира поискового отряда Фридрихсбург Вальдеса Рыжкова клише печати, обнаруженной в землянке Калининградской области. Печати 2-го отделения Таганрогской рабочекрестьянской милиции и еще несколько любопытных предметов нашли в калининградских лесах. В годы войны здесь располагалась школа Абвера, центральной разведслужбы фашистской Германии. Здесь перехватывали и дешифровывали радиопереговоры Красной Армии. Здесь же готовили диверсантов для работы в советском тылу. Один человек, мы предполагаем, работал в этом блиндаже. Его задачка была вырезать заготовки. То есть он не только вырезать, а само название. То есть поскольку печати были круглые, значит они были гербовые. Различные учреждения, может милицейские, военные, то есть разные. Снабженные фальшивыми документами агенты Абвера отправлялись отсюда на советскую территорию. По этому же маршруту 64 года спустя отвезли печати на экспертизу в Москву. Первые же результаты оказались, если и не сенсационными, то интригующими. Судя по всему, в общем-то, ну, наверное, изготавливали не предприятие госвласти Советского Союза. То есть это не кустарное? Нет, кустарное производство. Похоже, что нет. Скорее всего, печать настоящая. Кстати, изучали ее с помощью немецкого микроскопа. А тогда и воевали, и ненавидели всерьез. Об этом свидетельствует осколок таблички с надписью «Смерть большевикам». Восстановить все пробелы истории милицейского штампа невозможно. Как он попал в руки немецких разведчиков? Выкрал ли его резидент еще до войны? Или обнаружил пехотинец в оставшихся после бомбежки развалинах? Как бы там ни было, таганрогская печать послужила образцом для целой серии немецких подделок. Прекрасного по тем временам качества. Впрочем, в Центральном музее МВД говорят, что именно это самое качество чаще всего и подводило шпионов Абвера. Как известно, немцы пользовались оцинкованными скрепками, когда соединяли документы, там, красноармейские книжки, военные билеты. А у нас не было в годы войны таких вот как бы ношуств. И на всех документах немецких, фальшивых, эти скрепочки, они были блестящие и свежие. Агентурная сеть Абвера в годы войны была настолько разветвленной, что свой рассказ о поимке шпиона, если не только у ветеранов СМЕРШНК ВД, но и у военных и милиционеров, хватило, что называется, на всех. Теперь печати будут частью экспозиции Центрального музея МВД. И у экскурсоводов появится еще одна история. Маленький эпизод о том, чего стоила большая победа. Кто именно использовал эти позывные и документы со штампом Таганарогской милиции, теперь уже вряд ли удастся выяснить. Главное, что еще одно свидетельство непримиримой вражды заняло свое место в истории. Михаил Скуйбеда, Ольга Расмикульски с Русланом Ирханов и Никита Корзун. Телеканал «Звезда». Субтитры создавал DimaTorzok